канадский дипломат пригрозил рф изоляции и крахом экономики из-за украины бывший посол канады в афганистане крис александер полагает что в случае если россия проявит военную агрессию в отношении украины она окажется в международной изоляции а ее экономика обрушится такое мнение он высказал в своей статье для издания the globe and mail среду 1 декабря более масштабное неприкрытое вторжение на украину спровоцирует еще большее кровотечение российской экономики заявил дипломат он отметил что канада также должна помочь украине с вхождением в нато поскольку это способствует усилению боеспособности киева и снижению энергетической зависимости ес от рф бывший посол также написал в статье что выступает за введение превентивных санкций в отношении москвы ранее 1 декабря госсекретарь сша энтони блинкин на пресс-конференции по итогам встречи глав мид стран нато в риге заявил что соединенные штаты готовы вести против россии масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону украину глава госдепартамента добавил что вашингтон заранее проинформирует москву о деталях данных ограничений в этот же день первый зампред комитета госдумы по народным делам дмитрий новиков прокомментировал слова замгосекретаря сша виктория нуланта о том что если россия предпримет шаги по дестабилизации на украине к ней будут применены небывалые санкции он отметил что обвинения разного рода звучащие в адрес рф в том числе по ситуации с украиной высосаны из пальца также новиков заявил что потенциал санкционного давления имеет свои пределы и они давно уже доказали свою неэффективность 21 ноября пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил что запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке россии к нападению на украину он добавил что не исключены провокации а странам нато следовало бы перестать накачивать украину современными вооружениями